Два столика у нас уже в отделении, один столик реанимационный находится у нас в нашем девятиэтажном корпусе, ждет в своей очереди. Заведующая отделением реанимации новорожденных Наталья Сивала показывает новые столы, необходимые для спасения маленьких пациентов. Современное оборудование обошлось бы детской клинической больнице в 600 тысяч гривен, но деньги для его покупки собрали жители города за 10 дней. Где-то 15 числа я попробовал отпостить все на странице в фейсбуке информацию о том, что реанимационному отделению нужно несколько столиков, которые реально спасают жизнь маленьким пациентам. Буквально через 7 дней мы заказали два стола и еще через три дня заказали третий. Некоторые реанимационные столы отделение получило еще в 2001 году. К оборудованию относятся очень бережно, ремонтируют и поддерживают, но специализированные места для новорожденных пациентов все равно устаревают. В чем прелесть этих столов, что они дают обогрев не только сверху, как наши старые конструкции, но и снизу. Еще и контролируют температуру тела пациента и подстраиваются под нее, автоматически регулируя обогрев. С новыми столами количество мест для маленьких пациентов отделения увеличилось до 15. Совсем отказаться от старого оборудования в пользу нового здесь пока не могут. Ежегодно в отделение попадает 300-340 новорожденных. Помочь сохранить как можно больше маленьких жизней может каждый. На самом деле суть сегодняшнего сюжета это в огромной благодарности тем людям, которые помогают. Возможно и благодаря вашему сюжету кто-то потом захочет помочь тоже. Собрать деньги на покупку трех столов смогли 30 одесситов. Кто-то дал деньги на один стол. Еще на два места для маленьких пациентов отделения собирали по 500 гривен. Повезлось ценой. Три реанимационных стола удалось найти на складе и купить по старой цене. На днях к организаторам обратился еще один одессит с желанием купить четвертый стол. Но его еще нужно найти по адекватной стоимости. Редактор субтитров А.Семкин